Песня памяти. По таким названиям прошел праздник в микрорайоне Южный, приуроченный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Торжественные мероприятия пользуются популярностью и собирают людей разных возрастов. Традиционные места проведения – сквер вблизи улицы Жукова, названный в счастье легендарного человека событий трагических сороковых, внесшего особый вклад в победу. Праздник микрорайона Южный, он у нас традиционный праздник, проводится из года в год. И мы всегда принимаем участие в этом празднике, потому что в этом микрорайоне живет очень много военнослужащих, то есть и тех, кто были раньше военнослужащими, и тех, кто сейчас отдают долг нашему Отечеству. Хотелось бы сказать, что все эти люди, которые прошли через период войны, это люди, которые достойны всякого почитания и поддержки в наше время, потому что они сделали самое святое, они спасли нас от рабства. Торжественная часть началась с возложения венков к обелиску погибшим воинам, в котором приняли участие ветераны, руководство администрации Московского района, депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, областного и городского советов депутатов, представители предприятий, организация, также неравнодушные горожане. Чтим память тех, кто погиб за сегодняшнее наше светлое небо. Сегодня мы отдаем дань памяти и честуем ветеранов, которые сегодня живут. У нас проводится не только в преддверии праздников, а ежедневная практически работа с нашими ветеранами. Закреплены предприятия и работники, которые постоянно узнают, что нужно ветеранам, помогают им. Я думаю, что именно такие мероприятия, они передают эту память из поколения в поколение. И пока мы будем помнить эти трагические события, я думаю, что мир на нашей земле будет сохраняться. Потому что кто не помнит прошлое, у того нет будущего. Не может не огорчать и тот момент, что с каждым годом тех, кто прошел дорогу войны, становится все меньше. И сегодня их преемники – воины-интернационалисты. Теперь и они несут в себе память о трагическом времени. Для них День Победы – особенный день, который останется в сердце навсегда. Хочу пожелать в этот день всем участникам Великой Отечественной войны, они еще живы, я вот сейчас стоял рядом с ними на возложении венков, здоровья и благополучия. И всем остальным, и молодым, война – это страшное дело. Поэтому лучше созидать, чем разрушать. Тем более созданное нашими мамами, папами. Организаторы подготовили интересную, насыщенную программу праздника «Песня памяти». Горожане могли услышать давно полюбившиеся композиции, увидеть танцы образцовых ансамблей, попробовать солдатскую кашу. Не обошлось и без показательных выступлений. Молодое поколение также охотно присоединилось к мероприятию, принимая в нем активное участие. Я решила связать свою жизнь с кадетством, потому что я патриот своей страны. Я очень люблю Беларусь и город Брест. И мы решили принять участие в этом мероприятии, так как оно посвящено Дню Победы. Мы очень учтим этот праздник, принимаем участие во всех мероприятиях, посвященных этому празднику. Также мы будем принимать участие в параде 9 мая в крепости. Здесь никто не скучал ни минуты, и каждый нашел отдых по душе. Меня очень приятно, не удивило, а впечатлило мероприятие. Хорошая организация. Увидел старых друзей, ветеранов. Радуюсь, что еще живы, что есть еще ветераны. Но это люди, о которых просто без содрога ни в голосе говорить нельзя. Они обеспечили нам все будущее. А то по организации, должен сказать, что очень хорошо, организовано, спокойно. Люди себя чувствуют ненапряженно. Мы с удовольствием пришли развеяться, так как живем в этом районе уже в протяжении 7 лет. Поэтому всегда приветствуем такие праздники, с удовольствием приходим на эти праздники. Я увидела пуски, машины, мне там все-все-все понравилось.